Сегодня меры соцподдержки получают треть населения региона и более 14 тысяч человек, адресные социальные услуги. В регионе действует 11 стационарных учреждений. Максим Егоров отмечает, в ближайшее время их всесторонне проверит. Необходимо экстренно провести инвентаризацию и актуализацию планов проведения антитеррористических мероприятий и проверку систем противопожарной безопасности. Особенно это актуально. В текущем году в рамках развития социального казначейства региону выделено 12 миллиардов рублей. По сути, разные категории граждан смогут получить социальные услуги в безбумажном варианте в формате одного окна. 8,4 миллиарда распределяет управление соцзащиты, 3 миллиарда – пенсионный фонд, 1 миллиард – фонд соцстрахования и еще 3,6 миллиарда рублей дает областной бюджет. Это деньги, сконцентрированные в области, это на миллиарды больше, чем в прошлом году, которые мы будем раздавать или отдавать. Лучше, конечно, если мы будем инвестировать в людей. Одним из видов поддержки станет служба социальных координаторов, которую ввели в областном социальном МФЦ. Эти специалисты будут сопровождать подопечных по выборным маршрутам. Причем помощь могут оказывать не только пожилым людям, но и вообще всем, кто попал в кризисную ситуацию. В Тамбовской области в ближайшем будущем, возможно, будет создан региональный гуманитарный резерв. Такое предложение сегодня поступило от социальных работников. Средства, вещи, которые будут формироваться в нем, будут направляться не только беженцам, но и всем людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. В регионе в ближайшее время расширят полномочия и обязанности сиделок для пожилых людей. Сейчас надомным уходом пользуются 12 тысяч граждан. Также для помощи пожилым планируется максимально задействовать социальное такси и 41 мобильную бригаду. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.